Электромобили, гольф-кары, электрические тележки. Какую только технику не изобрели предприимчивые бизнесмены в погоне за тысячи рублей в час. Утомленные теплом юга и морем, отдыхающие экономят каждую минуту уходящего лета и активно пользуются доступной услугой. Быстро и удобно. Но, как показали результаты проверки, бизнесмены, предоставляющие услуги проката с самоходов, в погоне за наживой зачастую пренебрегают правилами дорожного движения и ставят под угрозу безопасность своих пассажиров. В связи с тем, что в последнее время участились случаи травматические для пешеходов с участием данных транспортных средств, проводится данное мероприятие. Данной категории транспорта запрещено передвигаться по пешеходным дорожкам, по тротуарам, по велосипедным дорожкам. Большинство техники подобного рода по закону приравнивается к мопедам в соответствии с мощностью двигателя. По правилам дорожного движения они должны передвигаться только по правому краю проезжей части, либо по выделенной полосе для велосипедов, но опять же на проезжей части. Вместе с тем и правила края никто не отменял. Останавливали преимущественно за это административное нарушение. И уже на месте выяснялось, что у многих водителей электрокаров вообще отсутствовали водительские права. Административный штраф в таком случае предусмотрен в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Санкции за проезд по тротуару – 2 тысячи, отсутствие мотошлема – тысяча. Нарушаются правила остановки и стоянки. На набережной Олимпийского парка кроме велосипедов вообще не должно быть никаких самоходных машин. В ближайшее время администрации города Сочи будут установлены знаки, ограничивающие и запрещающие движение электрических и механических транспортных средств, а также сооружения, препятствующие доступ на набережную. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и гостей, жителей города Сочи. На эти информационные знаки должны обращать внимание и водители фирм проката транспортных средств, и сами туристы. Собственная безопасность зависит от бдительности всех участников дорожного движения.